Ношение масок, использование антисептиков, социальная дистанция. Казалось бы, совсем нетрудно следовать нескольким несложным правилам, помогающим в борьбе с коронавирусом. Однако немало тех граждан, кто предпочитает игнорировать рекомендации и введенные нормативы. Чтобы напомнить жителям об ответственности за сохранность здоровья как своего, так и окружающих, администрация городского округа совместно с надзорными органами проводит проверки соблюдения масочного режима в общественных местах. Рейды мы проводим на регулярной основе, даже больше скажу ежедневную. В настоящее время основная цель – это не штрафовать наших жителей, а все-таки больше их проинформировать и предупредить о необходимости соблюдения определенных ограничений. Так, комиссия провела проверку в торговом центре Кэмп Щелково. Осмотрели торговые залы, проинспектировали соблюдение масочного режима среди сотрудников и посетителей. Руководство торгового центра также уделяет большое внимание как дезинфекции помещений, так и другим установленным нормативам. Предлагаем, безусловно, и средства защиты, и органов дыхания, и дезинфицирующие средства. Ну вот я бы хотел просто, чтобы наши посетители как-то прониклись тем, что это очень важно и нужно сейчас. Носить маску обязательно в общественных местах. Не исключение – железнодорожные платформы и станции. Комиссия провела проверку на платформе «Воронок» станции Щелково, а также проинспектировала соблюдение масочного режима и в самом железнодорожном транспорте. Пожалуйста, соблюдайте, это вам памятка, чтобы знать, как бороться с коронавирусной инфекцией. Уже сознательно одевают маски, реагируют адекватно на замечания, принимают информацию, которая у нас находится на данном листке. Мы работаем совместно с волонтерами, представителями партии «Единой России», депутатским корпусом. В полном режиме включились в эту работу. Надеемся, что люди нас будут адекватно воспринимать. Тем гражданам, кто по неопределенным причинам не соблюдает масочный режим, участники рейда выдали памятки и средства индивидуальной защиты. Напомнили, что игнорирование правил в дальнейшем может привести к штрафу. Анна Балиет, Лилия Тимеева, Валерий Жигле, Щелковское телевидение.